Казанские мусульмане спорят, мода это хорошо или плохо. Священнослужителей смутил даже особенный показ мусульманской моды. Манекенщиц одели в платки, длинные платья, оказалось все равно харам, запрещено. Так как должна одеваться и вести себя женщина в светском государстве, выяснял Айрат Галимов. Моя задача, чтобы девочки красиво представили вашу коллекцию. Чтобы конкурс прошел на уровне, демонстрировать мусульманскую моду пригласили профессиональных манекенщиц. Многие из них оказались либо иноверками, либо просто атеистками. Тем не менее, проявляя веротерпимость, обсуждать с журналистами фасоны в исламском стиле не стали. Платки вместо шляпок и длиннополые платья взамен приталенных юбок примеряли буднично. И очень старались не смущать лишний раз взглядами тех, кто тут же в примерочной читал совпавший по времени намаз. В этом же третьем по счету конкурсе столь специфичной модой участвует почти 30 дизайнеров. Есть московские и петербургские, но больше, конечно, местных, татарстанских. Гульфия Халиульна из набережных челнов одевает мусульманку уже почти 14 лет. Но, как признается, ей до сих пор приходится доказывать обществу, что и в исламе можно жить модно. Некоторые говорят, что мусульманки мешок просто одевают. При этом в мешке еще можно всякие детали использовать, всякие вышивки, всякие стразы, бусы, наряды. Хоть и талии не видно, но при этом интересно быть. Главное условие, которое соблюдают все участники, наряды должны закрывать женщину, как предписывает Коран. Открыто лишь лицо и ладони. Но даже при этом, оказывается, можно будоражить публику. Коллекция Индиры Низамовой каноны не нарушает, но разрушает устои. Мусульманки многие хотят одевать именно красивую, креативную одежду, но они смотрят на других мусульманок и боятся. Но они готовы. Не обошелся конкурсы без скандалов. Вызвал большой интерес у женщин-мусульманок. В ответ он получил протест со стороны мужчин. Якобы такой муслим-фэшн-индустрии в Татарстане быть не должно. В результате даже плакат повесили на стенах одной из мечетей города. Гнев у здешнего имам Хатыиба вызывает сам факт существования такого конкурса. Он тоже ссылается на Коран, где написано, что украшательство идет от шайтана, то есть дьявола. А значит, харам запрещено. Ведь прелюбодеяние, Зина, это и глазами, это и мыслями, это и ушами. Поэтому мы должны покрывать свой взор, мы должны своих женщин защищать. А это, извиняюсь за выражение, проституция. Священнослужители оскорбляют присутствие в зале зрителей мужчин. И что модели на подиуме живые, а должны быть манекены. Но женщины-организаторы на гнев проповеди стараются не обращать внимания. Говорят, конкурс светский, а значит и правила европейские. Где бы он ни пришел, везде есть женщины. Везде он глазами их видит. Если этот человек воспринимает это как харам, ему нельзя появляться в обществе в целом. По итогам конкурса лучшие из модельеров получат контракты с местными фабриками для серийного производства своих моделей. Пока для мусульманок татарстанских, но с расчетом на модниц всей страны, предпочитающих носить хиджаб. Надевается платок, уже перекрашается. Айрат Галимов, Равин Мукменов, Марат Зайдулин, Руслан Гафиатуллин, 5 канал, Казань.